Всем привет! Сегодня я хочу вам показать топ товаров джун из всех распаковок, которые у меня были. Приходили какие-либо товары и это не топ 10 товаров, которые вообще на джун продаются, а именно с моих распаковок. И самое первое, хочу показать вот такую вот гирлянду. Я ее специально не трогала, чтобы вам показать более подробно с распаковки, но так у меня тогда ничего и не удалось. Сейчас уже не скоро, пора ее вешать и наконец-то я могу ее распутать, повесить на стену и вам отснять, как же она выглядит. Гирлянда обычная, но на картинке она смотрится супер волшебно, у меня просто слов нет. На Алиэкспресс я потом нашла дешевле, вообще я считаю, что на джун все дороже. И тут уже дело предпочтений, на каком сайте вы любите заказывать. Мне понравилось, как она выглядит на стене, очень оригинально, очень прикольно и я ей рада. И поэтому она сегодня входит в видео в топ 10 покупок с джун. Смотрите, как выглядят гирлянды. Я не знаю, в темноте будет ли хорошо видно, но в целом она классная. Главное, знаете что? Если вам видно, вот такие хомуты на ней есть. Ни в коем случае их не отрезайте, потому что я когда ее распутывала, ее конечно очень тяжело распутывать, но я хотела их срезать. И хорошо, что я этого не сделала, иначе она бы у меня вся расплелась. Представляете, что бы получилось? А так очень красиво светится, много всяких разных режимов. Возможно, пластик не прям самый качественный, но выглядит вполне достойно. Еще одна классная покупка, которая мне до сих пор нравится. Привлекли они мое внимание из-за того, что они разные. С одной стороны звезда, с другой стороны луна, синие камешки, ну просто супер. Стоимость у них была 1000 рублей, и я в продаже точно такие же не нашла. Но вроде бы продавец называется Джохи Тенни, и у него очень много продукции, что на Алиэкспресс, что на Джун. Так что ссылки могу оставить на оба магазина. И эти серевки я могу отнести в топ, так как с ними за несколько месяцев просто ничего не случилось. Они как были в идеальном состоянии, в таком же и остались. Серебро 100%, аллергии никакой не вызвали. Смотрится аккуратно. Я даже спала с ними, забывала снять на ночь, и не было никакого дискомфорта. Размер у них примерно чуть больше сантиметра, и вроде бы они маленькие, но смотря для каких целей вообще их вы покупаете. Ну и раз мы пошли по сережкам, хочу вам показать еще одни, которые я заказывала примерно с теми. Те пришли чуть-чуть побыстрее, эти чуть-чуть помедленнее, но качество мне у них понравилось. Я не знаю, каким способом нанесено защитное покрытие, гальваническим или еще каким-то, но смысл в том, что за несколько месяцев с ними ничего не произошло. Они в идеальном состоянии, я их мыла с помощью простого мыла, и они как блестели, так и блестят. Если хочется натереть, то можно вполне использовать мягкую салфеточку. Для меня они крупноваты, но для того, чтобы протестировать их, я носила несколько дней. Не помню, говорила я в прошлом видео или нет. Если бы они были капельку поменьше, было бы классно. Размер у них примерно 2 см, то есть они приличные. Если считать, что тут россыпь камней, выглядят они очень внушительно, и, конечно же, их видно издалека. Следующую покупку я буду очень сильно вам хвалить. Пользуюсь этой штукой очень давно, не по назначению, конечно же, потому что вообще ее используют для организации пространства в сумке. Но мне этот органайзер очень сильно понравился под косметику, потому что у меня ее с каждым разом все становится больше и больше, плюс тут всякие кармашки, и они повторяются с двух сторон. Если кто-то помнит ту распаковку, одна молния у меня просто не работает. Вот эта как раз. Видите, она не расстегивается, я что только не пыталась сделать и смазывала. Даже вон ниточку оторвала, уже успела. Не помогло. Тут какой-то в ней косяк, который не дает ей раскрываться. Возможно, внутри там какая-то деформация. Все равно этот органайзер мне очень сильно нравится. Он стоил около 200 рублей и полностью отбил свою цену. Второй кармашек у меня расстегивается, я его убираю туда. У меня вот такой вот картридер есть. Кстати, я его обыскалась. Если бы сейчас я вам не стала снимать видео, я бы его никогда бы не нашла. И мне на данный момент приходилось все время перекидывать видео сначала на ноутбук, а потом уже на компьютер. Но спасибо вам за то, что я вам снимаю обзор. Видите, как полезно это делать. В боковых карманах я пока что ничего не убрала, но обычно туда вставляю такие, знаете, вот такого плана блески. И прям в длино тоже очень удобно. Я хочу вам показать, какое количество вмещается в этом органайзере. Возможно, для косметички он выглядит не очень красиво, но тут есть функция защелкивания кнопок сбоку. Можно его уменьшить. Рот вот у этой сумки и он будет казаться более закрытый. Потом, тут есть сумки с помощью... Почему сумки? Тут есть ручки, с помощью которых этот органайзер можно носить. Каких-то минусов я просто не нашла. Итак, давайте я вам покажу, что у меня тут лежит. Конечно же, палетки с Алиэкспресс. Это у меня палетки с обычного магазина. Еще одна палетка, даже, кстати, не знаю. Я вам показывала или нет? По-моему, нет. Вы ее еще не видели? Притворимся, что и не видели. Падает, все падает. Подождите, я сейчас уберу. Вот это все количество вмещается у меня спокойно в этом органайзере. Уже хочется назвать косметичкой, потому что я его использую именно для этих целей. Повторно вам показываю такой подсвечник из фикс-прайса. А все из-за того, что вот эту свечку именно я покупала на Джум. И она у меня просто незаменима. Я не знаю, как вам ее расхвалить. Во-первых, это безопасно. Она работает на батарейках и не надо ничего поджигать. Включили и забыли. Да, она реально светится. До сих пор батарейки еще ни разу не меняла. Если вы любите также подсвечники всякие, как и я, то вам она точно пригодится. Во-первых, нет открытого огня. Это уже хорошо. Во-вторых, вы даже если про нее забудете, ничего страшного не случится. В-третьих, у вас на подсвечнике не будет никакой копоти от свечки. Он будет выглядеть как новый. В принципе, что вы и видите. Эту свечку я вам показываю, наверное, третий раз, потому что она действительно стоит особого внимания. Даже если бы она пришла местами бракованной, выглядела бы не очень, то в таком подсвечнике этого было бы просто незаметно. Следующую покупку хочу показать очень даже полезную. Это вот такая зубная щетка. Не обращайте внимания, что она в зубной пасте. Я честно пыталась это все оттереть, но не получается. Она очень крепкая. Я думала, что будет съезжать с крепления или как-нибудь отрываться. Нет, ни в коем случае. Ручка одна, а зубные щетки три. То есть с двух сторон вы очищаете сбоку зубы и сверху вы очищаете основные зубы. Вместо трех действий вы делаете одно и очищаете намного лучше. Когда она только-только пришла, я отнеслась к этой зубной щетке очень даже скептически. А все потому, что она силиконовая. Но на деле оказалось, что она замечательно очищает зубы, как бы захватывает. Если показать на ногти, то эта зубная щетка как бы захватывает полностью зуб. И когда вы проводите один раз, она чистит с трех сторон. Но будьте внимательны, что надолго ее не хватит. Она постепенно все-таки выходит из строя. Эффект очистки мне очень сильно нравится, поэтому буду заказывать еще раз. Именно поэтому она попала сегодня в топ-10. Так как ее эффективность мне безумно понравилась. Следующая покупка, которая меня поразила на Джу, это вот такая вот собачка. Я вам ее показывала недавно в видео о тестировании товаров. И она стоит очень долгое время. И, кстати, на нее не так уж и сильно прилипает пыль. Вот сколько ей месяцев, а все отлично. Сделана она, конечно, классно. Но периодически вот так вот осыпается. Но я подумала, что я ее особо не трогаю. Поставила и забыла. В крайнем случае пропылесосила. Так что это совершенно не страшно. Внизу есть какое-то специальное крепление. Как-то закрепит на цветочном горшке. Но с этими целями я ее совершенно не использую. Мне девочки предлагали сделать носик и глазки. Я уже об этом подумываю. И как-нибудь зайду в творческий магазин. Обязательно это прикуплю и приделаю. Для декора такая собачка мне очень сильно понравилась. На сайте продаются еще, по-моему, белка, собачка и еще кто-то. Точно вам не скажу. Не буду врать. Но собачка мне показалась самым милым созданием у всех. Патчи вокруг глаз я также заказывала на Джум. И они со смартусом. Использовала уже приличное количество. Только вопрос знаете в чем? Вот это ли фирмы я забирала на Джум. Или они у меня уже закончились. Но они были в принципе точно такие же. Поэтому не страшно, если я вам покажу эти. А ссылку оставлю на те, которые я использовала. Мне сначала из девочек кто-то написал в комментариях, что эти патчи вредно использовать ежедневно. Потом девочки написали, что можно вполне использовать ежедневно. И ничего в этом страшного нет. Поэтому я набрала их очень много. Во всех распаковках практически вы будете видеть эти патчи. Я с удовольствием их буду использовать теперь снова часто. Потому что мои мешки под глазами очень тяжело таскать целый день. А эти патчи, если особенно они из холодильника, замечательно их убирают. Пробовала я уже 3 или 4 фирмы разных. Они совершенно одинаковые. Главное берите с османтусом и все. Кстати, с османтусом очень хорошо еще убирать темные круги. Потому что они отбеливают. Самое главное смотрите и сравнивайте цены на разных сайтах. Потому что бывает когда-то на Алиэкспресс дешевле. А когда-то и на Джум какая-то акция. И выходят они очень даже бюджетно. А эта покупка меня выручала не раз. По первому виду она кажется какая-то бестолковая. Стоимость, кстати, у него был почти что 200 рублей. Я с помощью него столько дел переделала. И посоветовать вам очень даже могу. Потому что у меня есть аквариум. У меня есть суккуленты, всякие украшения. И вот этот пинцет замечательно со всем справляется. Полностью весь аквариум растениями живыми. Я засадила именно с помощью него. Вначале есть у пинцета вот такие неровности. Я цепляла не слегка растения и заталкивала в грунт. Замечательно все это делается. За счет того, что ручка длинная, я не ковырялась в воде. Я не подняла никакую взвеси пыль. Что помогло мне очень быстро запустить аквариум. И вид был изначально очень даже эстетический. При создании мини-садо, который у меня в горшочке есть. Я вам показывала его в видео. И тоже использовала для посадки этот пинцет. Пусть там не очень плотно все набито. Но постепенно разрастется. У меня был профессиональный, купленный в аквариумистике за 500 рублей. Или за 400, я точно не помню. Это стоило в два раза дешевле. А по качеству все то же самое. Хотя изначально он мне показался какой-то кургузой. И хочу показать вам последний товар на сегодня. Но он немаловажный. Первую, когда брали с Алиэкспресс, у нее был огромный плюс. Но в принципе они ничем не отличаются. Если у вас возможность есть только заказывать на Джум. Да почему бы нет, она нормальная. Вот эта машинка именно выигрывает по стоимости. Потому что на Джум она стоила 1300. А на Алиэкспрессе покупали за 2500. Представляете какая разница? Та конечно была упакована. Там в комплекте шло маслица. Вот все, что только можно для машинки и нужно. Даже запасное лезвие было. Так вот, самый первый минус. То, что тут не евро вилка. А лежит просто вот такой вот переходник. Как мне объяснили вы в комментариях, что переходники очень плохо действуют на любую технику. И лучше просто отрезать провод и сделать вот такую вилку. Тогда техника прослужит намного дольше. В комплекте инструкции, как этим пользоваться, как это все чистить. В принципе, в картинках очень даже понятно. Блок питания со включением я вам уже тоже показала. И еще плюс у этой машинки, то что она на аккумуляторе. Та была сделана кайфельку качественнее. И цена у нее была выше только из-за того, что было запасной вот этот нож. Мы уже несколько раз стригли собак. Замечательно до сих пор стрижет. Масла в комплекте не было. Вот представляете, вот этой бутылочке. То ли продавец не положил, то ли она выпала. Ну, при транспортировке вряд ли, конечно. Но возможно, что их отдельно продают продавцы и все. Кисточка для чистки присутствует. И еще вот такие вот разные насадки четырех видов. Мы стрижем практически наголо, поэтому они нам не нужны. И вот находится каждый в своей ячейке. Это 0,8. Видите, она близко стала и будет прям как под корень резать. Лучше всего отодвинуть и сделать как бы запас, чтобы не совсем наголо собаку стричь и не задеть кожу. У нас в машинах было куплено в городе очень много. Они затупливаются, ножи запасные вообще не купить. И вот такой вариант очень даже бюджетный. И именно на Zoom самый дешевый. Потому что на Алиэкспрессе дешевле я даже не встречала. А на этом все. Спасибо вам большое за просмотр. Спасибо за внимание. Желаю вам всего самого наилучшего. Само собой, разумеется, уже предновогоднего настроения. Потому что остается все меньше и меньше. Оно должно уже наступать. И к Новому году, чтобы был пик такого настроения. И как всегда, пожелаю отличных и выгодных покупок. Пока-пока.